Привет! Сегодня мы находимся в магазине книг. Мы будем снимать для вас обзоры книжек на английском языке. Подписывайтесь на нас, смотрите наш YouTube-канал. А сегодня будет очень интересная тема. Поехали! Друзья, обращайте внимание на книги. Вот смотрите, внимательно открывайте и всегда листайте дальше, чем первая страница. Прекрасная книжка. Стоит она 495 рублей. Довольно большая цена для книги. Action Rhymes. Мы открываем. Здесь написан довольно приятный интересный текст про свинку. Но дальше мы поворачиваем и видим, что здесь написана песня Petter Cake, которая есть на Super Simple Songs. То есть они просто нарисовали иллюстрации, довольно скучные по сравнению с Simple Songs. Ну вот, и дальше продолжается обзор всех этих песен. Поэтому я думаю, что цена этой книжки сильно завышена. А вот, например, тоже неплохая, например, книжка, возможно, может показаться. Say good night. Скажем спокойной ночи. Ее цена также 462 рубля. У нее из дешевых, учитывая, что у нее всего лишь один, два, три, четыре разворота. И на каждом развороте по 4-5 слов. Возможно, кому-нибудь будет это интересно, но полностью эти слова, например, up and down, вы можете показать с помощью игры тела, с помощью мимики. Например, up and down, up and down, up in the sky. То есть на книжке вы вряд ли покажете ребенку, что он поднимает малыша наверх к небу. Я считаю, что эта книжка также завышена в цене и столько не стоит. Для вашего удобства мы в каждом обзоре будем снимать серии книжек, которые будут подходить для разных уровней английского языка. Начнем с Beginner. Многие родители думают, с чего же начать, какую книжку купить, чтобы ребенку было понятно и интересно. Есть шикарная серия книжек, которая называется Where is Spot? Видите уровень? Beginner. Вы открываете книжку. При выборе книжек старайтесь, чтобы книжка была более яркой и информационной. Но когда вы вычитаете эту книжку на английском языке, вы сможете поговорить с ребенком по картинке, поспрашивать у него, какого цвета эта собачка или этот бегемот, рассказать про то, что находится вокруг. В данной книжке мы видим Where is the bird's spot? То есть мы у ребенка можем спросить. Ребенок прекрасно знает, что there is monkey, there is bird, there is dog, there is crocodile. Baby, where is the bird? Ребенок ищет птичку, находит и показывает. It is a bird. It is on the net. Вы можете также с ребенком проговаривать это все без перевода. Вы открываете книжку и говорите Look, baby, monkey, it is a monkey, ball, it is a ball, a bird, it is a bird. Baby, where is the bird? Where is the bird? Ребенок уже запомнил у вас, что это there is monkey, there is a ball, there is a bird. И он уже более уверенно понимает, о чем вы говорите, показывает вам на птичку. А цена этой книжки 330 рублей. Наверняка многие из вас знакомы с таким замечательным автором, как Джулия Дональдсон. Джулия Дональдсон – автор из Англии. Она пишет серии книг для маленьких деток, которые начинаются уровень как с beginner, так и intermediate. Например, у нее есть множество книг, которые вы можете найти для самого маленького уровня. Но самая знаменитая книжка из ее серии – это, конечно же, Круфало. Маленький монстрик, который дружит с мышкой. Текст на английском языке изумительный. Текста очень мало, рисунки ясные и понятные. Мама с уверенным уровнем английского языка может спокойно прочитать данный текст, объяснить ребенку мимикой и жестами, что написано в данной сказке. Например, у вас здесь спрашивают, куда ты собираешься, маленькая коричневая мышка? Пойдем со мной попьем чаю в моем маленьком чайном доме. Текст разнообразный, очень интересный, но он, наверное, больше подходит для уровня intermediate. Цена этой книги в данном магазине – 495 рублей. Так и стоит Джулия Дональдсон. Подбирайте книги на будущее, чтобы вы могли потом ими пользоваться. Например, эта прекрасная книжечка с окошка. Вы ее открываете и видите множество животных. Вначале вы с ребенком можете просто выучить животных. А потом, когда вы уже выучите с ним животных, вы можете использовать ее по-другому. Вы можете проговаривать цвета, говорить, это большой или маленький, где он живет. А потом в будущем вы, конечно, сможете прочитать весь текст, который здесь написан. Вы сможете открывать окошки. Вначале вы будете читать маленькие предложения. Потом вы сможете читать уже более большие описания медведя. Почему он живет на севере, почему ему там комфортно, что он там кушает. Цена данной книги – 770 рублей. Это более чем прекрасно для такой плотной, хорошей, качественной книги с таким интересным и разнообразным текстом. Субтитры создавал DimaTorzok